Добрый день, меня зовут Николай и сегодня мы поговорим об основных принципах при наборе мышечной массы. При наборе мышечной массы есть несколько принципов, которые надо неукоснительно соблюдать. Первое, это питаться чаще. Если вы питались три раза, добавлять 4, 5 чаще раз, насколько это возможно. Некоторые питаться позволяют все до восьми раз. Но человек, который работает, хотя бы четыре раза минимум нужно в день питаться. Следующий этап, это уровень белка. При наборе мышечной массы на один килограмм веса он должен составлять не менее двух грамм. Ну, рекомендуется начинать с двух, постепенно добавляя, когда увеличиваются нагрузки до 4 грамм белка на килограмм веса. В потреблении количества белка важно регулировать белок по времени, то есть в течение суток. Особое внимание уделите потреблению белка перед сном и сразу же после тренировки. После тренировки желательно потреблять протеиновые коктейли, такие как сыворочный белок, потому что он легко усвояется. И перед сном лучше потреблять казеиновые белки, чтобы они усваивались в течение ноября, чтобы у вас в течение всех суток был положительный азотистый баланс. Один из самых важных факторов для улучшения мышечной массы, это увеличить количество углеводов. Минимальное количество углеводов при наборе мышечной массы должно составлять 4 грамма. Постепенно увеличивая нагрузку, вы увеличиваете вплоть до 9 грамм. Ну 9 грамм это конечно уже для профессиональных спортсменов на килограмм массы тела. Процентное соотношение углеводов должно составлять 25 простых и 75 процентов сложных углеводов. Никогда не забываем про жиры. Надо понимать, что жиры являются источником производных материалов для многих гормонов, в том числе и тестостерона. Бестостерона, извините, мышечная масса затормозится. 70 процентов животного происхождения и 30 процентов растительного происхождения. Еще необходимо потреблять большое количество овощей. Овощи являются источником клетчатки, которая нужна для нашей пристатики. Наши полезные бактерии с нами в сайт симбиозе и выделяют те необходимые минералы аминокислоты, которые мы можем не получить с пищей. В этом нам помогут балансные вещества, к которым относятся овощи. Ну, про воду уже и говорить нечего, про нее постоянно что-то говорят. Во время тренировки говорят, нужно пить. Если хотите, пейте. Главное потребление воды составлять должно не менее двух литров в сутки. Отдельная тема спортивного питания, но я хочу вкратце сказать. Спортивное питание, если вы не хотите, чтобы у вас большой прием пищи составляли большие объемы, можно добавлять спортивное питание. Различные протеиновые коктейли, отдельные аминокислоты, БЦА, можно добавлять илькарнитин, глицины, креатин. Это все поможет вам в наборе мышечной массы. Есть даже специальный набор уже готовый, как аминалфак, и более современные их производные. Если вас будут интересовать какие-то другие темы по питанию, по спортивному питанию или про методики тренировок, обращайтесь к нам на сайт, пишите письма, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте счастливы и здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова